Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня бы хотела с вами поговорить по поводу въездов и выезда во время ожидания карта временного побыта. Я знаю, что эта тема самая популярная, самое частое вы задаете вопросы именно на эту тему, поэтому решила все рассказать вам в одном видео, поэтому если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Конечно же, вы многие задаетесь первым самым главным вопросом, можно ли выезжать вообще со страны, с Польши в свою страну во время ожидания карты временного побыта, либо же сталого побыта. Я вам скажу, что да, каждый иностранец имеет право выехать домой к себе без всяких проблем, если вы легально здесь были на территории Польши. Но для того, чтобы впоследствии вам никак не отобразилось это в худшую сторону по карте временного побыта, нужно правильно создавать для себя план действий, чтобы ваша карта побыта рассматривалась и вы не получали никаких там отказов, либо же депортации, не дай бог. Конечно же, когда вы выезжаете к себе домой на несколько дней, просто чисто там что-то сделать, какие-то проблемы решить, да, то вы имеете право выехать и въехать. Что всегда самое главное? Самое главное вовремя получать письма с ужином по делам иностранцев. Как вы знаете, что сейчас почта тоже не очень хорошим способом работает, да, письма где-то теряются, где-то их не доносят, вечно с ними какая-то головоломка и проблема происходит. Поэтому, чтобы такого не было, вы всегда можете заказать услугу на почте польской, чтобы вам приходило уведомление на мейл, либо же смс-кой на телефон о том, что на ваш адрес зарегистрирована какая-то посылка. Да, я знаю, что многие мне писали также, что не всегда работает эта система, но все-таки шанс есть. Если же вы все-таки подались совсем недавно на карту временного попыта, вы понимаете и знаете, что карты сейчас рассматриваются, ну, не быстрым способом, конечно же, немножко долговато. Поэтому, если это период первых три месяца с момента подачи на карту временного попыта, то вы имеете право въехать и выехать с территории Польши, точнее, выехать с территории Польши и въехать обратно. Если же все-таки вы уже ждете больше, чем три месяца свою карту, здесь немножко начинается проблема и дилемма, да, выезжать или не выезжать, потому что никогда неизвестно, когда придет письмо с ужином. Что же в таком случае делать? Первый момент и вообще первый способ, который можно решить проблему, если же вы все-таки выезжаете и не знаете, на какое время вы выйдете, то найти для себя полномоцника, так, то есть найти человека, который будет репрезентовать вашу особу, то есть будет вместо вас уповажненным человеком, да. Это может быть как юрист, так и вообще любой другой человек, который проживает на территории Польши и мог бы в любой момент доносить и отправлять документы вместо вас. Так вот, для того, чтобы такого человека официально назначить, вам нужно будет в ужин, где проплатить 17 злотых на счет, там, где вы оплачивали за карту временного повода и написать заявление о том, что, например, полномоцник Аня будет репрезентовать вас, да, для золотвения ужиндовых справ, например, там, донесение документов на карту временного повода. Пример бланка я вам оставлю в ссылочке в описании, поэтому вы можете без проблем его скачать и заполнить под себя. После этого, если вдруг придет какое-то письмо, то этот человек сможет донести за вас и ваше дело не остановит. Следующим способом, который можно решить проблему, это завершение справы, то есть такая некая заморозка вашего дела, чтобы немножко приостановили, пока вы решите свои проблемы, вернетесь и разморозите это дело, да. То есть пишется заявление о завершении посттемпования. Пример такого заявления я вам также оставлю в инфобоксе. Вы имеете право написать такое заявление в ужин по делам иностранцев, указав там причину, например, пильный выезд на Украину, золотвение ручных справ, да, то есть что вы должны выехать срочно в свою страну для решения своих же семейных дел. Вы отправляете это в ужин. Это никакая не негативная децессия, это не решение о том, что ваше дело закрывают. Нет, просто ваше дело находится в подвешенном таком состоянии, да. Вы отправляете это в ужин, и вам, конечно же, должна быть вообще прийти по факту децессия о том, что ваше посттемпование есть завершенным. Многие пишут такое заявление и просто выезжают в свою страну. Это не будет считаться наказуемо, да. Главное, что вы уведомили ужин, и они об этом знают. Вы решаете свои дела и потом возвращаетесь обратно в страну. И что нужно сделать? Нужно разморозить ваше дело. То есть нужно будет записать заявление о пшевруцании справы. О пшевруцании справы заявление я вам также оставлю. Но на момент, когда вы будете как бы пшевраться своем справа, то есть возвращать свое дело до току, да, до действия, до рассмотрения, вам нужно будет прикрепить еще раз актуальные все документы, то есть на основании чего вы получаете карту. Если же это карта по работе, вам нужно будет дослать им, да, с этим заявлением копию договора, копию разрешения на работу, копия ЗУСа о том, что у вас платится страховка. Если же вы по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам, то вам нужно будет также прислать актуальную страховку. Помните, что вообще страховку нужно довозить каждые три месяца, чтобы напоминать о себе и ваше дело скорее все-таки шло, и как-то о вас помнили, чтобы ускорять сам процесс постемпования. Помните тот факт, что пока вместе вы этим не будете заниматься, никто этим заниматься не будет. Те люди, которые пишут, что они ждут карту год, два и три, просто те люди не занимаются своей картой. Своей картой нужно постоянно заниматься, постоянно писать туда письма, не какие-то грозы, да, там, что, ей, вы, если мне сейчас не выдадите карту, то я вообще в суд пойду. Нет, нужно все время правильно подходить к этому, и чтобы сами себе не испортили рассмотрение вашего дела. Знаете тот момент, что если вы не реагируете вообще никак на письма, то есть вы взяли ничего, не написали в ужин, взяли себе, уехали домой и вообще никак не реагируете, то вы знаете, что сначала приходит письмо, потом приходит через 7 дней авиза, напоминание о том, что вы должны прийти в отдел почтовый и забрать свое письмо. Если в течение 14 дней вы не реагируете на это письмо, письмо, которое выслал вам ужин, возвращается обратно в ужин. Через 30 дней, если вы не предпринимаете никаких вообще по вашей карте действий, то дело будет без распознания сначала, а потом уже будет негативная децизия. Как вообще, если все-таки получается так, что вам делают дело ваше без распознания, то вы имеете право в течение 7 дней еще раз перепадаться на карту временного побыта, и ту оплату, которую вы оплачивали за первый внесок, перенести оплату на вторую карту, точнее на второй внесок, когда вы будете писать заявление, которое было оставлено без распознания. Как же въехать на территорию Польши легально? Как вообще вернуться, если вы ожидаете карту? Но, так как вы знаете, сейчас действует закон о том, что все визы, которые были окончены во время эпидемии, продлены до конца эпидемии плюс 30 дней. Да, я знаю, что сейчас выборочно получается у людей вернуться по просроченным визам, но закон этот действует. Вы имеете право вернуться по той визе, которая закончилась во время эпидемии. И неважно, были вы здесь до 14 марта, либо же после 14 марта. Закон не действует на биометрию. То есть как, если вы были здесь на территории Польши до 14 марта, то, конечно же, ваша биометрия продлена до конца эпидемии плюс 30 дней, но по ней выезжать-въезжать, вот как по визе, вы не имеете права. Для тех людей, которые въехали после 14 марта 2020 года на биометрическом паспорте, для того, чтобы легально остаться здесь в Польше, вы должны податься в течение 90 дней на карту временного повода. Если вы этого не сделаете, то, к сожалению, у вас будет депортация и последствия будут не очень положительными. Еще один момент, который вам стоит знать, что когда вы выезжаете в свою страну, вы имеете право вернуться по биометрическому паспорту только на 91 день с момента выезда в свою страну. То есть выехали, например, 1 марта домой, например, в Украину, то только марта, апрель, май, в начале июня вы можете вернуться опять по биометрическому паспорту с разрешением на работу, либо же с приглашением с учебы. Что касается детей, которые родились на территории Польши и получили здесь, на территории Польши, паспорт, то дети точно так же имеют право вернуться по биометрическому паспорту на 91 день с момента выезда, либо же для ребенка нужно будет взять какое-то приглашение с жлобка, либо же договор с няней, и выехать, и сделать ребенку визу, и вернуться обратно. Либо же если у вас есть карты временного побыта, либо же там всталый побыт, то ребенку так же можно сделать визу по воссоединению семьи. Какой список документов для виз вам нужно будет узнавать в вашей стране, потому что в каждой стране он немножко отличается, поэтому лучше всего обратиться в визовые центры. В принципе, это и все, что я сегодня хотела для вас рассказать. Надеюсь, понятно, и теперь вы уже будете более-менее понимать, как выезжать и въезжать во время ожидания карты временного побыта. Если у вас еще остались вопросы, то обязательно напишите мне в комментариях. Не забывайте подписаться на мой инстаграм, а также на мой ютуб канал. Мне будет очень приятно видеть вас здесь, потому что я стараюсь вас держать всегда в курсе всех событий, особенно в инстаграме, там просто самые свежие и самые последние новости появляются. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!